Я записываю это видео, чтобы сказать то, что не успела, и считаю очень необходимым сказать. Я, мои родители и моя сестра выражаем искреннее и глубокое соболезнование всей семье Анастасии Ещенко. Для нас это большой шок и горе. Мне искренне жаль, что никто не смог повлиять на его поведение. Ни соседей, ни полиция, ни университет. Я прекрасно понимаю, что жизнь полна человеческого горя и страданий. Я никогда не могла подумать, что стану очевидцем преступления. Мне совершенно не повезло быть его соседкой. Я выросла с невменяемым человеком через стену. До определенного возраста у меня еще была надежда повлиять на его поведение. Как и у моих родителей. Знаете, когда все тщетно, и к этому добавляется равнодушие правоохранительных органов и университета, остается с этим уживаться. Чаще всего я делала уроки, рисовала и читала в наушниках, потому что так было проще абстрагироваться от его тусовок. Если это не его темперамент, то алкоголь. Он любил орать, ссориться, петь, смотреть телевизор на большой громкости. Часто матерился, часто с кем-то дрался. Вот примеры записи на телефон. Продолжение следует... Это было очень частым явлением. Знаете, я человек скромный и малообщительный. О соседях я вообще ничего не знаю. Разве что минимальную информацию о ком-то с маминых слов. Вообще, мои родители переехали в этот дом в 1991 году. Еще тогда соседка им сказала, что у них очень веселый сосед. Следует, что он спыльчивый по жизни. И это не искоренить таков характер. Раз Соколов много знал о войнах, оружии, был достаточно жестоким и эгоцентричным человеком, не переносящим любой критики. Я исключаю предположение, что он убил в состоянии аффекта. Он очень расчетливый раз после убийства ночью спрятал труп. Принимал гостей в тот же день, пытаясь снять с себя подозрения. Да еще и купил пилу, расчленив тело и по частям, избавляясь в реке, чтобы избавиться от улик. Он страшное существо, и я, по правде говоря, боюсь. У меня мандраж, и я очень переживаю произошедшее, и не могу выкинуть из головы, и не могу проанализировать и проследить логику его действий. Возможно, он решил попасть в историю. Если не добродетельностью, то таким страшным образом. Мне бы хотелось, чтобы такие примеры только отпугивали людей совершать подобные преступления. Я также считаю, что Соколов был физически силен. В этом я убеждена потому, как с какой ненавистью и силой он кидал Анастасию по комнате, а потом выбрасывал части тела в реку Мойку. Анастасия знала о его изменах, и я это слышала в их ссоре. Она также пыталась его осадить, сказав, что он не ублюдок, и она никуда не пойдет. Мотив убийства совершенно пустой. Придраться к слову ублюдок и желанию пойти на день рождения друга. То, как он ее обзывал во много раз унизительнее ее одного слова в его адрес. Уму непостижимо. Знаете, я перед этим проработала два дня более чем тринадцать часов. Хотела лечь спать, а вошла в комнату, села за стол и не могла встать. Я так просидела все время, пока за стеной не утихла. Под конец я слышала достаточно спокойный диалог, слов которого я не расслышала. После этого я с трудом леглась спать. Я не исключаю, что могла слышать выстрелы, но мозг не донес этой информации до сознания. Я также не исключаю, что он мог заглушить этот обрез. Охотничью Микашку ТОЗ-17. 15 ноября его привозили на квартиру. Видимо, в подробностях восстанавливать события той ночи. И даже тогда он в какой-то момент начал буйно себя вести. Я видела маму Анастасии Ещенко, и мое сердце разорвалось. Моя мама слышала женский плач за стеной. Видимо, ее провели в квартиру. Я продолжаю пребывать в шоке, как Олег Соколов врет про ярость девушек, про попытку напасть с ножом. Такая трусость, несостоятельность, неспособность принять наказание в его возрасте только доказывает его бесчеловечность. Ведь все девушки у него были идеалами, тихими, скромными, послушными. И так клеветать не только на Анастасию, просто полная низость. Стране необходимо менять законы, вводить пожизненную и смертную казнь для убийц-расчленителей. Любой, кто однажды перешел все границы понимания человек, может повторить содеянное. Как минимум, сможет убить легче. Это уже не люди, которых необходимо изолировать, от социума общество. Светлых людей должно быть больше на этой планете. Необходимо стремиться поддерживать безопасность жизни граждан. А иначе для чего создана полиция? Девушки, пожалуйста, не бойтесь уходить от жестоких людей. Не важно, как сильно вы любите человека. Жизнь важнее. Государство, отмените декриминализацию домашнего насилия 2017 года. Это роковая ошибка. Люди, поддерживайте достойное отношение. Цените себя и не смейте терпеть жестокое обращение. Ведь никогда не знаешь, когда домашнее насилие будет последним. Ожесточать надо законы к виновным, и тогда жизнь станет значительно безопаснее. Спасибо, что посмотрели это видео. Любой, кому это важно, может использовать мое обращение, не искажая его. Напомню, что комментариев журналистам я не даю. Желаю всем всего доброго, терпения. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова